Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы сегодня начинаем цикл лекций. Не знаю, сколько их будет, это будет зависеть от вашего интереса и от интереса нашей интернет-аудитории, но прошлые две встречи, которые я провел на Кастале, в оффлайне я имею в виду, они были весьма востребованными, и мы решили с Олегом, что будет не лишним продолжить. В данном смысле речь идет о рассмотрении изменительных техник, связанных с системой КАВТОРО. Те, кто не смотрели прошлые две лекции, одна из них была совсем давно, она была в прошлом летом, была посвящена проблеме пути. Проблеме пути, в принципе, как таковом, и с философской, и с эзотерической точки зрения рассмотрена. Лекция, которая является непосредственным приквелом данного цикла, она была вот совсем недавно, и в ней я рассматривал предсказательные техники, причем не только ТАРО, а вообще, в принципе, все основные базовые техники оккультного мира, которые существуют. И пытался показать, как с точки зрения современной науки они могут работать. То есть, я полностью игнорировал оккультную составляющую, да, и показывал, что даже если мы не будем считать, что все эти техники имеют какой-то эгрегор, тем не менее, они все равно будут полезны для их использования. Потому что они действительно могут помочь человеку разобраться в очень многих вещах и являются на самом деле, по сути, не столько техниками предсказательными, сколько техниками изменительными. Потому что само по себе предсказание является изменительной техникой. В данном случае не нужно забивать себе голову и очень жестко пытаться их разделить, потому что они на самом деле находятся в синкретическом единстве. И здесь очень важно понять то, что на самом деле любой инструмент девинации, ну, для нас это будет Гафта ТАРО, потому что мы сосредоточим сильно на них, это просто логично, потому что Олег читает курс, посвященный Гафтам ТАРО, потому что основная тема моих исследований, это, собственно, система Гафт ТАРО. Наверняка многие из вас знают, да, то, что я автор самого большого исследования, научного исследования, посвященного Гафтам ТАРО, вообще на любом языке мира, да. То есть это самое объемное исследование принципа на данный момент, которое есть. И его издавало как раз Кастаре. Так вот, поэтому мы решили сосредоточиться на Гафтах ТАРО, и если Олег вам дает составляющую Гафт оккультную, да, то есть чем наполняется Гафтам ТАРО, я попытаюсь показать, как система Гафт ТАРО работает в целокупности с вами. То есть как она может функционировать, и на самом деле здесь подходы могут быть сильно-сильно более многообразные, чем обычно с этим работают. Любая система предполагает очень-очень разветвленные возможности ее использования, а такая сложная и многоуровневая система, как Гафт ТАРО, она просто дает огромное поле, широчайшее поле для возможности ее эксплуатации. И здесь очень важно сразу же оговориться в том, что, во-первых, сегодня мы обозначим, можно ли, ну, условно, взрыв менять судьбу. Возможно ли это? Это вопрос очень важный, и с точки зрения просто практической возможности-невозможности, но это вопрос важный с точки зрения опультной этики, если угодно. Потому что мы понимаем, что есть представление о пути, и как с этим коррелирует возможность изменить этики. Второй очень важный момент, который мы сегодня обязательно рассмотрим, это вопрос, конечно же, так называемых побочных эффектов, о которых много говорил Олег. И, наверное, я даже начну с того, что приведу один эпизод, который рассказывал Олег на прошлой лекции, потому что здесь не все присутствуют в том же самом составе, кто был на прошлой лекции, поэтому я просто этот кусочек напомню. Не думаю, что он является каким-то сильным для Олега личностным, если он его привлечь в другую озвучку. Так вот, проблема заключается в следующем. Если мы пытаемся изменить что-то вне системы, это может быть сколь угодно логично, как угодно красиво, ритуально, обставлено. Но если вы подходите к этому вне некой жесткой системы, которую вы изначально приняли, у вас в лучшем случае получится компонентное решение. В лучшем случае. В лучшем случае, может быть, очень плохо. И Олег как раз приводил пример на прошлой лекции, что вот на самом таком священном предсказании выпали две самые неприятные карты, иную близко к нему человеку. Речь идет о пятерке и о семерке чашек. Понятно, что семерка чашек вообще совсем все плохо. Вот, пятерка чашек немножко получше, в смысле повыше, духовно повыше, но переживать это я бы врагу не пожил. Вот, и было принято компромиссное решение, что Непто дарит Олегу кубок, и получается, что у каждого вроде как по шесть кубков. Но сама по себе шестерка кубков карта на самом деле с большими-большими побочными глюками. Вот. Потому что эта карта далеко не одна, значит, в любой карте есть теневая сторона. Вот. Как вы знаете, особенно второго дота, если человек теленит, человек вышел из телены, да, то второго дота нету перевернутых арканов, как вы знаете. Да, это не предполагающая возможность перевернутых арканов. Вот. И это значит, что все перевернутые теневые стороны они уже включены в основу. Поэтому шестерка тоже может веселым человеком пошутить. Шестерка чаш, я имею в виду. То есть у нее есть теневая сторона? В любой карте есть негативная. Примерно в равных количествах. Ну, условно в равных количествах. Понятно, что у нас есть некий культурный настрой на то, что хорошо и что плохо. Поэтому что-то мы будем считать более позитивным, что-то более негативным. Естественно, шестерки чаш. Зацикленность на прошлом, инвалидизм. Для меня это очень негативные побочки, которые явно есть шестерки чаш. Помимо всего хорошего, что там есть. Но, как рассказывает Олег, полгода все было замечательно. Даже больше, чем полгода. Вот. А в Олег, ближе к осени, начался полный, простите, трындец. Встает вопрос, получилось ли изменить судьбу. Ну, с моей точки зрения, да. Потому что, ну, больше эта часть была хорошо. А то, что даже за остальное время все плохое судьбировалось, но все-таки оно же было другое время, была передышка. Можно было к чему-то подготовиться, можно было что-то сделать, да, еще. То есть, на самом деле, это не то же самое, что там, трындец весь год, но не слишком, да, сильный. Вчера по три, да, сегодня по пять, но большие. Вот. То есть, здесь суммированный трындец, концентрированный. Пружинка. Да. Поэтому я считаю, что все-таки это некий компромисс с судьбой, да. Мы ее поменяли, но не смогли вырубить из клей, клей какая была такая и осталась. Но здесь имеет место быть еще один очень важный аспект. При всей точности попытки изменить данное предсказание, которое проделал Олег, оно было бы не системным. То есть, оно не было основано на самой системе Таро, да, было все здорово, но сам по себе физический кубок в системе Таро не имеет никакого отношения. Символ тот же, материализация символа та же, да, но это все-таки вне самой структуры системы, с которой мы сегодня и в последующие разы будем с вами работать. То есть, я буду все-таки предлагать вам… То есть, по вашей логике нужно было просто нарисовать, взять карту и нарисовать на нее лишний кубочек? Нет, по моей логике нужно было вам идти, соответственно, по пути, который соединяет архан к вуру Стифелит, а, соответственно, вашей девушке, которая соединяет, по пути соединявшим мецер Стифелит. По старшим арханам. Вот это было бы путь по Таро. Более того, в одном случае архан должен был трактоваться как инволютивный, потому что нужно было не сходить из губы Ктифелит, а в другом случае как эволютивный, да, нужно было восходить Ктифелит. Немного буратов, причем. А, потому что пятерка. Пятерка чаш – это бурат. И нужно было в шестерку чаш прийти, используя архан, соединяющий эти, в зависимости от того, какой системой вы пользуетесь. То есть английский или французский архан будет раскрыт. Вот. А там нужно было идти напротив из губы Ктифелит. И вот тогда, наверняка, да, вдруг запляшут. Григорий, а вот по поводу этой всей ситуации, кто бы сказал, что они изменили судьбу. Возможно, что он должен был раскинуть эти карты и сделать, грубо говоря, именно эти шаги, чтобы сконцентрировать свой этот трындец и пройти его именно в сконцентрировании. Да, безусловно, мы можем всегда прийти к идее тотальной детерминации, да, тотального детерминизма. Но мне кажется, мы уже это где-то в 17 веке прошли в последний раз, да. Да, мы можем встать на модель о том, что мир – это просто чистая машинерия, да. Но кто-то, особенно долболудий на ногу, типа Дэниела Дэнета, да, то есть стоит на этой позиции до сих пор. На самом деле, это здравая позиция, знаете. Когда мы пытаемся в человека вписать просто в объективную реальность. Это позиция здоровая и вообще всем эзотерикам полезно. Это читать, потому что аргументация Дэнета феерическая. Он действительно сверхпотрясающий человек. И не нужно думать, что люди, которые утверждают, что все предопределено, они какие-то сухариты. Человек, который живет полноценной жизнью, дай бог каждому уйтисту такую же полноценную жизнь. Я бы не сказала, что предопределено. Я имею в виду, что если человек находится в коннекте с системой, то, скорее всего, все, что он будет делать, это будет в коннекте с тем путем, который, грубо говоря, его системой. Свобода воли, она либо есть, либо ее нет. Какой ее процент мы можем проявить в данной конкретной ситуации, зависит от ситуации. Да, а не от количества даже у нашей свободной воли. Если вот я сижу в тюрьме, допустим, но мне не нравится сидеть в тюрьме, то сколько бы я не проявлял свою боль, выйти оттуда довольно сложно. И это не будет доказательством того, что у меня нет свободной воли. В этом не есть. Наоборот, у вас свободная воля в том, чтобы от человеческих вот этих вот вещей казаться, что мне плохо сидеть в тюрьме, а понять в этом какой-то смысл. И проявить свою боль именно в том, что, например, нравится. Ну, вряд ли это будет моя боль, если ее мне навязывает судьба, правильно? Какого-то истинного я. Поэтому вопрос, который связан именно с изменением, он будет, как вы уже поняли, сведен к определенному роду системам, вытекающим из структуры самой колоды Таро, завязанной на древе жизни. Это, конечно же, не имеет под собой каких-то очень-очень долгих исторических предпосылок. Нужно в этом смысле быть тоже абсолютно честным. Сама по себе система древа жизни в том виде, в котором мы ее знаем сейчас, появилась в XVIII веке, а не раньше. Самая ранняя система древа жизни, более-менее похожая на ту, которую мы знаем, создана Афанасием Кирхером в XVII веке, до этого ничего подобного не существовало. До Ецеха Лурии вообще древа жизни не было под древом жизни, подразумеваясь, вложенные друг к другу просто эти спираты. Само по себе древо, правда, совершенно иной структурой путей на нем было напечатано учеником Лурии в трактате Ецехаим Виталя. И там все держалось на логике иврита. Есть три материнские буквы, да, у нас, соответственно, три горизонтальных пути и так далее. Но древо жизни Лурианска, оно совершенно не похоже на наше древо жизни, поэтому с ним работать бессмысленно, с ним карта Таро не сопрягалась никакой. А древо, с которым сопрягались карты Таро, можно условно сказать, что оно появилось в XVIII веке. Почему? Потому что в XVIII веке впервые карты Таро связались с буквами иврита, как систему. И есть древо жизни, на котором тоже есть пути, и на них обозначены буквы иврита. В XIX там же этот самый леви же XIX. Ну, все-таки, господи, Курт-де-Жегелем был значительно раньше, чем. А он уже с древом жизни развязывался. Курт-то с древом жизни никак не связывался, связывался с буквами иврита. Причем в обратном порядке, где у нас идет все не от дурака к миру, а от мира к дураку. То есть первый аркан, альф-этр, аркан-мир. И потом, соответственно, все противоположное порядок. В том порядке, в котором мы знаем, действительно XIX столетие, поэтому этой системе, ну, там, 200 с копейками. Ну, около 200, даже так скажем. Это не более точно. Потому что это все-таки середина, даже вторая половина, может, 19 века, и это полностью устанавливается. То есть это не очень древняя система, но вся европейская магическая традиция основана именно на ней. Потому что взрыв бум магии происходит на рубеже XIX-XX столетия, и все, что там возникает, будет основано на работках элипас-элили и золотой заливы. Поэтому, конечно же, эта система, не будучи древней, тем не менее, она древнее, чем, допустим, вторая плута, есть она Краули, древнее, чем Телема, и она уже настолько внедрилась в европейский герметизм, что, я считаю, что, конечно, работать нужно с ней, тем более, что она, понимаете, по-своему совершенна. Она объединяет в себе совершенно разные явления. Глиф – древо жизни, с одной стороны. Очень хорошая, хорошо продуманная система. С другой стороны, идею четырех каваллистических миров. С другой стороны, старший, младший, придворный Аркан и Таро, распределенные по древу жизни таким образом, что они представляют собой, с одной стороны, целую систему в 78 веках, с другой стороны, три совершенно отдельно взятые системы. Если вы захотите какую-то ситуацию описать через какую-то карту, вы это сможете сделать как через старший Аркан, так и через младший Аркан. Это будет совершенно другой срез. Но это же самая ситуация. И через придворный Аркан, если речь идет об актах, кто является действующим лицом в этой ситуации. Но это будет одна и та же ситуация. По сути, и старший Аркан обрисовывает все, что может быть в мироздании. По сути, старший Аркан нарезает мир на хурат на 22 части. Потому что он просто берет целостность и громцает ее именно на 22 части. Да, какая-то из этих частей больше, какая-то меньше оказывается. Но это как в случае с спектром. Есть некий континуум. Вот его с легкой руки Ньютона нарезали на 7 частей спектра. И мы видим 7 цветов. Ньютон потом проклинал уже, что он смолкнул про 7 цветов. Но, тем не менее, все до сих пор так делают. Все думают, что цветов 7. Хотя это просто спектр, который можно было нарезать красный на 6, и все остальные в 7 свалить. Было бы тоже правильно. Старший Аркан делает именно вот эти вещи. Младший Аркан делает тоже самое. Он нарезает весь мир. Аккурат, во-первых, на 4 части. Начнем с этого. Еще древнегреческие стихи. Он нарезает на мир. И дальше кромсает на не 10, а 9 частей. Потому что за стихи отвечают тузы. Вот. Тузы включают в себя все остальные 9 карт, естественно. Поэтому остальное он нарезает на 9 частей. Совершенно другой подход к этому. Но это тот же самый мир, о котором говорит и Старший Аркан. Поэтому они по сути удваиваются. Но такая смещенная позиция позволяет нам, во-первых, значительно точнее подходить к анализу ситуации. Но самое главное, конечно, позволяет и подходить к изменению этой ситуации совсем с другой стороны. Намного проще. И, наконец, придворный Аркант, который делит вообще все человеческое сообщество, весь социум. А я бы даже сказал только человеческое. Ибо придворный Аркант говорит об акторах, о действующих лицах. Это не обязательно человеку. Это может быть все что угодно. Актором может быть, на самом деле, даже кирпич упавший с крыши. Вполне о себе отличный актор. По крайней мере, действие его вполне очевидно. И придворный Аркант делит всех на 16 частей. Крайне неравномерно делит. Просто безумно неравномерно. Некоторых персонажей можно встретить на каждом углу. А некоторые, пойди поищи. Ну, принцесса дисков, чуть ли не каждый второй простится. А всех остальных, какого-нибудь короля чаш, пойди поищи еще. Ну или к нам приходите в союз композиторов, там каждый второй король чаш. А выйдешь во двор, уже не встретишь наезде. Понимаете? Это очень-очень узкоспециализировано. Да и короля жезла. Но если прийти куда-нибудь в большую политику, там тоже будет каждый второй король жезла. Она на улице, ну пойди его, где-где ты его встретишь, ты короля жезла. И поэтому не нужно думать, во-первых, то, что Арканы равнообъемные. Они очень разнообразные. И не нужно думать, что, допустим, к старшему Аркану, младший Аркан является дополнением, что старший Аркан угол в этой части мира, а младший другой, придворный, а третий. И вместе мир делится на семьдесят восемь частей. Нет. В системе этого мир делится на двадцать две части, делится на шестнадцать частей, и делится, ну, условно, на пятьдесят. В нодшем Аркане, хотя на самом деле никакой, да? Ах, простите, на сорок, да, оговорился, простите, оговорился. И на сорок, да, делится число на Аркан. И это просто разные деления. Поэтому система просто как будто бы создана для изменительных практик. Там об одном и том же уже есть с разной точки зрения. С разной позиции уже преподносятся, по сути, одни и те же смысловые контуры. Поэтому я, конечно же, очень рад то, что есть древо жизни, то, что есть четыре габбалистических мира и с картами Тороина объединены вместе. А помимо всего прочего, у нас еще есть французская система, которая смещает это все аккуратно один старший Аркан. Понятно, что никоим образом нельзя их скрещивать в одной технике. Если вот вам не понравилось, да, вы проанализировали свою позицию текущую, допустим, как пятерку чаш, да, и вам вот как Олегу очень нужную шестерку чашу. Это не значит, что здесь, если вам не понравилось, какой вам предлагается механизм туда перехода в английской школе, вы берете французскую, а вот тут-то мне больше нравится. Нет, прыгать из системы в систему, конечно, не получится. Но, предпочесть ту или иную систему изначально, тут есть такая возможность, вполне. Такая возможность наличества. И, понимаете, если эти системы обе прижились, они отлично функционируют по сей день, это значит, что они дееспособны. Это первое, да, с чего мы начали. Второе, что я обозначил уже в начале выступления, о чем были дискуссии уже кратковременные, на тем не менее. Это, собственно, Путин. А давайте взглянем на то, каким он является, по крайней мере, с моей точки зрения. Уж коль скоро здесь уже я, то я буду говорить свою точку зрения, а не чью-то еще. Так вот, что касательно пути. Давайте представим себе следующую ситуацию. Ну, во-первых, может ли у человека путь меняться? Я считаю, что да, может. Но как? Вот это важно. Первое, отклонение с возвращением. Пожалуйста, на каждом шагу. Да, Олег вам скажет, что это пружинка, резинка, которая вас бьет. В каком-то смысле это так и является. Но что мы благодаря этой резинке получаем? А мы получаем, собственно, свободу воли и ощущение себя свободным, осознанным, индивидуальным существом. Если бы у нас была прочерчена строго, аккуратно маршрут, да, как какие-нибудь, знаете, была такая в советское время игра, в хоккей можно было играть, да, вот там можно было по одной линии двигать этого хоккеиста и вращаться. Вот если бы мы представим себе человека вот в такой роли, то это не очень завидная участь, вы знаете, не очень приятная такая. Я, конечно, понимаю, что, может быть, там ручка этой дергают боги и все такое, и замечательно, но как-то не очень. Вот мне бы это было некомфортно. Может быть, диках-то было бы комфортно, но мы вроде как не в 17 веке. Понимаете? И у нас есть возможность отклониться всегда. Минимально отклониться, отклониться сильно. Можно даже так уверить, что эту резинку порой, но об этом позже. И каждый раз, возвращаясь к своему пути, человек понимает, насколько он лучше. И в то же самое время мы идем по своему пути, как бы флуктуируя от него. Он непрямой. Мы как бы постоянно, мы не можем идти, как этот хоккеист по вот этой ровной колее. Мы постоянно отклоняемся, но просто как бы человек, обретший себя, то, что называется человек, вошел в себя. Он идет не прямо по своему пути, он просто постоянно к нему возвращается. Он отходит буквально на шаг, на два шага, и тут же возвращается к нему. Он чувствует вот это притяжение просто как притяжение какого-то магнита. Магнита, который не обязывает его прилепиться. И от которого он не смог бы оторваться. Не тот магнит, который используют для того, чтобы там отпилить какую-нибудь часть от железяки. Когда включили электромагнит, во имя не оторвете руками. Нет, не такой магнит. Просто притягивающий, аккуратно притягивающий нас. И вот что такое, на мой взгляд, человек, идущий по пути. Что это человеку дает? Вообще, в принципе, его движение по пути в таком варианте. Если человек идет максимально близко к этому своему пути, он копит новый опыт без риска быть расколотым. Полностью воском. А это значит, что его цель жизненная, на самом деле, с течением времени, может увеличиваться, возрастать. Его масса, удельная вокруг центра, возрастает. Это значит, что его... Та сила, которая его запустила, да, этот мячик, она может рассчитывать на то, чтобы, например, центра катится дальше. И если человек идет максимально близко, приближенно к своему пути, его цель со временем становится более и более отдаленной, более и более возвышенной, если угодно. И в этом, наверное, и есть смысл идти так, как, ну, если угодно вам предписано судьба. Но, если мы отклоняемся от своего пути, мы тоже получаем новый опыт. Этот опыт, на самом деле, может быть больше, чем тот, который надо предписать. Но он очень высоким риском обладает. Если вы будете сильно отклоняться от своего пути, риск того, что вы просто будете раскопнуты в хлам, он высокий. То есть это как рисковые денежные инвестиции, простите, простите за банальное сравнение. Но это очень похоже. И поэтому человек, на самом деле, рискуя, может в каком-то смысле даже переиграть судьбу. Может. Но, по большому счету, на это и ориентирован тот же путь левой руки. Я говорю, что человек может свою вселенную пересотворить лучше Бога в тысячу раз. Может. Да, может. Но шанс, что у него это получится, очень и очень маленький. Примерно такой же, как у вас, если вы возьмете скрипку и попытаетесь на ней заиграть с подачи. Ну, может, его положить предначеркнуть. Но, что же будет, если мы расколемся? Представьте себе, что мы наталкиваемся на такую ситуацию, в которой мы не выдерживаем. Не выдерживаем духовно, не выдерживаем эмоционально. Не выдерживать, может, даже чисто с дороги человека. Его физика. Человек раскалывается и, понимаете, все в мире имеет, ну, кроме возможных божеств, имеет специфику вращаться вокруг центра. А если явление вращается вокруг центра, оно, ну, условно похоже на круг. На шарик. Как наша Земля. Условно похоже на шарик. Да, ее форма намного сложнее, конечно, и у тебя не будет. Так вот, человек, условно, тоже похож на такой шарик. С шариком сравнивали человека и оккультисты, и психологи, да, целостность как явление. А круглый, можно еще там, о целостном человеке Платону вспоминать. Много очень таких примеров, потому что метафора хорошая. Я не буду говорить, что это что-то большее, чем метафора, это всего лишь иносказание. Но она очень удобна. Так вот, представьте, что этот шарик был каменным шариком, он раскололся. От него остались осколки, которые непригодны для целостного вращения, да, вокруг чего-то. Из них мы выбираем самый крупный, иначе мы получим просто рассчитывая личность. Будем, как у Ширли и Джексон, птичьего гнезда, да, с четырьмя птичками украли. Вот. Мы выбираем наибольший кусочек и помещаем его, как, знаете, камешки-голтовку проходят. По два. Округляется, округляется, округляется. Может, он тоже не будет сильно круглым, но что-то будет похожее на шарик. Этот шарик, конечно же, в разы уменьшился по сравнению с тем, который был до этого, но он не пропал вовсе. И, естественно, у такого маленького шарика нет никаких шансов докатиться до туда, куда планировалось докатить большой шарик. Мы, по большому счету, обнулили, потратили кучу времени в пустую. Нам уже не компенсировать это. Цель нашей жизни поменялась? Поменялась. Безусловно. Деградация. Она стала нежной. Вот это и называется деградация. Вот это, а не что-то там еще. Понимаете, я не полезу ни в морали, никуда. Во все эпохи разные вещи назывались развитием деградации. Более того, благодаря одним и тем же явлениям можно как успешно развиваться, так и успешно деградировать. Деградация – это именно снижение вот этой удельной массы нашего опыта, которая вращается вокруг нашего я. Партихолог скажет, что все остальное ушло просто в хаун. В такие дебри бессознательные, куда он не полезет, потому что иначе вам плохо будет. Знаете, он это все оттуда вытянет, но справится ли с этим ваша психика, я очень сильно сомневаюсь. Психика адаптивна. Психика адаптивна, мы умеем с такими вещами справляться. Если мы пришли к врачу, понятно, что другая тема. Вот это и есть путь, возможность по нему развиваться, накапливать вот этот опыт вокруг нашего единого центра. И, соответственно, терять этот опыт, потому что он становится сверхтравматичным, да он уходит куда-то в небытие, уходит сквозь пальцы и остается вот то малое, что, собственно, у нас и есть. Да, безусловно, можно сказать, что какой-нибудь там бомж, простите, сидящий где-нибудь в подворотне, купившийся в хлам, который весь обглеванный, он выполняет высокую этическую функцию для других. Да, может. Вы идете, вам настолько противно, мерзко стало, что вы решаете завязать пить, например. Поверьте, от такого бомжа значительно больше будет пользы, чем от многих проповедников. Но эта польза не для него. А для него этот мир уже сжался, он коллапсировал к той малой точке, который, понимаете, этот опыт нельзя сказать, что он разнообразен, да он другой. Допустим, там у меня, у вас, у каких-нибудь моих вузовских коллег опыт употребления паленой водки намного ниже, чем у этого бомжа. Да, поэтому у него количество этого опыта, конечно, большое. Но с точки зрения его качества, он один и тот же. Все коллапсирует к одному опыту. Его шарик раскололся, и осталась только малая часть этого шарика. Я не буду говорить, что его совсем нет, он есть. Но у этого шарика функция поменялась. Изначально у любого человека есть та цель, которая ради него самого, а не только ради того социума, который его окружает. У этого человека, скорее всего, эта функция уже исключительно только ради того социума, который его окружает. Функция исключительно, так сказать, он является презентацией опыта, а не репрезентирует его. Да, когда мы репрезентируем что-то, мы делаем это в сознательности. А когда мы презентируем, ну как та презентация, которую мы показываем на экране, она сама не хочет ничего показать, она является иллюстративным материалом. А тот, кто ее показывает, ее репрезентирует. Ну, соответственно, в этом и разница между одним человеком и другим. Вот, пожалуйста, путь. Поэтому, конечно же, отклоняться от пути А можно, но это слишком большой риск, с одной стороны, попасть в ситуацию вот такой раскол этой личности. С другой стороны, этот риск сходит, по сути, на нет, когда мы используем некую устоявшуюся в этой же традиции, в которой мы живем, системой. И если уж мы все здесь собрались, значит, нам интересно как-то таро, ну, как таро, есть своя системность, которая предполагает возможности маневрирования внутри своего пути без риска быть уничтожены. Ну, если мы будем уничтожены, то это тоже часть нашего пути, который, любой путь рано или поздно заканчивается. Вот понятно, что бессмертных тут нет. И все, кто как-то с таро писали и создавали вот эти замечательные там колоды, да, они уже умны, потому что у всех есть свой лимит действий здесь. Поэтому вот этой точки точно бояться не стоит. Но, понимаете, в чем есть проблема пытаться до последнего строго, грубо говоря, следовать своему пути. А потому что если человек идет только по своему пути, никак от него не отклоняясь, не мошаг, и уверен в том, что он должен строго следовать, грубо говоря, тем знакам, которые он видит, этот человек очень быстро может деградировать. Между нами и нашим путем тоже должно быть определенного рода тренинг. Оно необходимо. Иначе человек просто превращается в некий механизм, он превращается в фанатика и ничем, собственно, от фанатика религиозного не отличается. Есть на эту тему очень много замечательных произведений. Самое такое, на мой взгляд, показательное, это Стефан Горобинский по касательной. Это крошечный рассказ, советую всем прочитать. Вот пока домой будете ехать на метро, вы его прочтете. Автор Стефан Горобинский, один из основателей жанра фантастики, это рубеж 19-го, начала 20-го века. Рассказ по касательной. Совершенно потрясающий пример того, как человек следует подсказкам, которые он видит на пути, и к чему он приходит. Приходит он к полной печали. Приходит он к модели фрукта Кобелина. С полным выполнением всех заложенных в этой, так сказать, жизненной модели обязательств. Это, по-моему, не дробовик только был революция, но суть одна. Вот, понимаете, на самом деле то, что описывает Стефан Горобинский, это не только обязательно следование по ложному пути, это не обязательно следование неким ложным знаком. Это можно и воспринять как метафора. Человек не убил себя, а человек, который настолько устранил свою личность и подчинил себя тем знакам, которые видел, он умер как личность. Он не обязательно убил себя физически. Он просто стал механизмом, который выполняет функции тех подсказок, которые видел. Он стал функцией, он стал куклой в руках, да, может быть, какого-то божества, может быть, и нет, мы этого не знаем. А кто сказал, что он шел по пути? Если личность, эго, я выполняет какие-то там предписания, это не значит, что он идет по пути. Путь, мне кажется, гораздо шире понять. Мы так утрированно все это разбираем. Ну, все сходилось. Нет, понимаете, мы всегда можем сказать, понимаете, в чем проблема разбирания пути. Вы говорите, что и это путь, и это путь. Безусловно, очень легко сказать, понимаете, в чем основной проблемой эзотеризма, так скажем, и в чем его большая опасность. Его самая большая опасность в том, что те понятия, которые мы пропилируем, настолько размыты, что, по сути, их нет. Если мы будем говорить, что и это путь, и это путь, и это путь, а все, что, когда мы пытаемся оформить это в некую идею, это редуцирование, то, простите, но тогда лучше это слово вообще не использовать. Потому что оно является ничем. Как замечательно слово «все». Понимаете, слово «все» не означает ничего. Потому что его содержательная составляющая равна нулю. Если мы говорим о пути, что путь – это все, что угодно во времени, но тогда зачем нам об этом, в принципе, говорить, да, о пути как таковом? Ну, тогда выкинем это слово. Все мы во времени находимся, да, так говорим, конечно. И по-любому у нас время тащит вперед, прочерчивая некую линию, да, которую мы оставляем после себя. Поэтому, ну, в таком случае, да, путь – это просто нечто во времени. Любой человек во времени. А в чем разница между путем и индивидуальным смыслом жизни? Смысл, так сказать, смысл завязан на цели. Правильно? Смысл увязан с целью. А путь с целью, как вы видите, не совсем связан. Путь – это то, что ведет к цели. Есть цель, путь ведет к цели, а смысл – это то, что наполняет все это. Наше, естественно, внутреннее психологическое состояние. Но смысл совершенно не объективен. Объективной может быть целью. Вот человеку с целью, да, предположим, что цель Краули была создать колоду Тота. Да? Потому что, почему колоду Тота, почему, допустим, не Телему? Ну, потому что сподвижников Телемы несоизмеримо меньше, чем пользователь колоды Тота. Хотя бы поэтому, да? Поэтому, допустим, предположим, что целью Краули было создание колоды Тота. Это цель. Есть путь, который вел его к созданию этой колоды. И заметьте, если бы не было Телемы, колоды бы тоже не было. А зачем ему новая колода, если он, в принципе, согласуется с уже состоявшимся каким-то нервозрением. Сам по себе Краули большую часть жизни юзал колоду Вирта, и она его всем устроила. Но, когда он больше и больше погружался в Телему, он получал больше и больше публикаций класса А, Естественно, ему потребовалась новая колода. И поэтому путь ведет к цели. А какое у него там было индивидуальное состояние, отношение к этому всему, читаем биографию в четырех томатах. Афтор биографии. Афтор. Вот это смысл. Вот смысл. Это оно, цель колода, а путь это то, что к ней вело. Понятно разница между одним, другим, другим, другим. Но они, естественно, связаны между собой. Если назвать путем все путем, то получается ситуация полная безвыборность. Во-первых, да. А мы называем бинарной. То есть если мы называем все путем, то у нас нет свободы воли, конечно, вообще в принципе не существует. Но самое, понимаете, мы можем сколько угодно спорить. Потому что доказать отсутствие свободы воли несоизмеримо проще, чем ее наличие. Отсутствие свободы воли доказать просто вот таким понятием. А вот все что угодно, ты именно это и мог только сделать. То есть как доказать наличие свободы воли очень сложно. И тем не менее есть возможность доказать наличие свободы воли и показать, что все-таки есть имбирь организма. Как? Если человеку сказать, что убедить его, что у него нет свободы воли, и заставить его сделать некий выбор. Пускай, да, это лабораторный эксперимент, но тем не менее. И если человеку напротив убеждать, что он может выбирать сколько угодно, что у него действительно есть свобода воли, и заставить сделать аналогичный же выбор, выборы будут сильно разные. Да, мы можем сказать, что это разные люди, что они бы по-разному выбирали, но тем не менее остается, так сказать, некой аксиомой для философии, на чем стоял тот же самый Томас Метцингер, ныне живущий немецкий философ, который очень много занимался проблемой свободы воли как таковой, если в социуме нет свободы воли, и напротив, говорим, что она есть, этот социум организовывается по-разному. А это значит, что свобода воли все-таки есть. Но вообще делать выбор уже свободы воли, если человеку открываешь выбор, и он выбирает, это уже свободы воли. Ну, как бы не совсем так, да, мы можем запрономировать что-то выбирать, например, мы можем сделать робота и запрограммировать его, выбирать всегда красные предметы. Мы будем предлагать ему два предмета, и он будет всегда выбирать аккурат красную таблетку, понимаете? И это не значит, что он нейро. Ну, а кто сказал, что человек функционирует по-другому? Сборный момент, понимаете? Проблема искусственного интеллекта, проблема ИИ уже с 90-х годов настолько занимает философию, что, в общем-то, философия приходит к тому, что человек на самом деле намного меньше отличается от робота, чем ему хотелось бы. А чем управляет? Ну, робот тоже управляет до определенного предела. Робот. А на самом деле и искусственный интеллект тоже может делать парадоксальные выборы. Настолько парадоксальные, что человеку не хотелось бы с этим встретиться. Так что здесь есть еще отдельная тема. Так скажем, интеллекта естественного, интеллекта искусственного и свобода выбора, я бы не сказал, что она должна разделяться пополам, что у человека есть свобода выбора, а у искусственного интеллекта ее нет. А вот нет. Она как-то очень-очень хитро проходит, это разделение между одним и другим. У человека тоже очень часто ее нет. У этого на самом деле человек попадает в ситуацию выбора очень редко. Понимаете? Потому что выбор между фангтой и колой – это не выбор. Может быть, выбор это вообще не успеет? Выбор – это вот когда вам аркан влюбленный выпал, да, вот это выбор. Это ситуация, вот или вверх или вниз, да, вот это выбор, вот это настоящий выбор, понимаете? А выбор там между одной или другой моделью смартфона, пошли с ними, они все равно все одинаковые. Нет, но есть иллюзия выбора. Предлагает выбора, а выбрать у нас только на самом деле. Есть иллюзия выбора. Вам предлагают выбрать из двух бумажек, да, в одной должно быть плюсик, в другой минусик, но в обой в плюсе. Иллюзия выбора. На этом основано, в общем-то, большинство маркетинговых ходов. Иллюзия выбора, да, когда вы выбираете, на самом деле вы не выбираете, у вас нет выбора. Но на самом деле выбор у человека бывает. И, как я недавно писал, понимаете, очень многое зависимо именно от специфики самого индивида. Понимаете, в чем фишка? Раньше, как полагали, как, собственно, строился Арханвыбор на полную? Это два пути, выбор Геркулеса, да, один путь, это некая распутная дева, предлагающая ему там все страсти, все чувственные наслаждения этого мира. С другой стороны, это путь девы Афиры, да, которая предлагает ему мудрость. И, естественно, Геркулес выбирает в итоге подвиг, путь подвига, совершает все свои подвиги, помирает мученической смертью и возвратится на архитекты. Но это все хорошо, но привязано на жесткую мораль. А теперь взглянем на ситуацию немножко с другой стороны. Я не так давно разразился постом, многие из вас, наверное, его читали, и тем не менее я его конкретизирую. Тем более, что, возможно, не все эти. Возьмем ситуацию, допустим, казалось бы, абсолютно наглядную, ситуацию из чтения. Кажется же, что чтение, вот это хорошо, а не чтение плохо, да, учение свет, не учение тьма. Но я преподавал уже, даже страшно подумать, сколько я в вузах-то преподаю лет. Много, короче, даже не буду вспоминать, сколько. Много, очень. И за это время я видел столько же людей, которые полностью отупели от чтения, как и столько же, сколько, которым оно помогло. Потому что человек, который читает, понимаете, если вы не читаете книгу, вступая с автором в диспут, если вы не читаете ее со всей страстью, да, если вы приобретенный из книги опыт не переносите на вашу жизнь, то вы просто убили свое время. Более того, если вы совсем соглашаетесь с читаемой вами литературой, то, простите, вы откровенно тупеете. Вы просто откровенно тупеете. И чем больше вы будете читать, тем тупее вы будете становиться. И путь один, вот он, Геркулесов путь-то, казалось бы, он приведет вас совершенно в разных направлениях. Одного он приведет к олимпу, как Геркулеса, а другого он приведет, возможно, еще ниже, чем туда, куда бы его довела эта развратная девица, понимаете? Потому что развратная девица тоже может в разных направлениях водить, понимаете? Как вверх, так и вниз. Вот и вся фишка. Не работает уже эта мораль, не работает. Можно сколько угодно говорить, что наоборот, нет, не хочу учиться, хочу жениться. Там наоборот, что только вот секс, наркотики, рок-н-ролл вас доведут до добра. А типа академическая наука, да ну ее, она уже давно себя отжила. Ничего подобного. Это вас до добра может довести ровно столько же, сколько, как и до недобра. Я вспоминал, что вы вели пример очень интересный с маркетингом. Я просто хотел поделиться историей. Конечно. Ну однажды ловит меня там девушка, вот участвует в нас там полчаса, стремится, вопрос, и вам тысячу дадим. Ну тысячу мне как-то при моих доходах не особо интересно, но девушкам отказывать нельзя, я хрен с ним. В общем, прихожу, ставят передо мной два стакана, две коробки сока, наливаю два стакана сока. Вот, пожалуйста, продегустируйте, какой вам больше нравится. Я такой, ой, еще и на халяву сока. Бью один сок, и другой сок. Говорю, он одинаковый. Ну вот вы подумайте, посмотрите, там букет. Один сок, и другой сок. Ну, слушайте, он одинаковый. После этого она такая, не глядя, вы чего-нибудь поставьте, вы у нас первые, кто распознали сок, один и тот же. То есть, идет маленький, я потом думал, о чем вы изучали. Они изучали упаковку. Да, 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 знаете, какая упаковка, она так злобовка. В какой больше нравится вкус, да, сок. Ну, да, так же примерно, а в русские школы встречаются друг с другом. По кабинетам ходишь, да, какой кабинет больше понравился. Вот, та хорошая путь нашла. Ну, вот, морда лектора, у кого получше. Тоже. Морда лектора чуть более объективна, хотя тоже может вводить сильно в заблуждение. Но это, да, это ближе. Вот, ну, или какая-то футболка, еще что-нибудь там. Нет, приезжий лечник, я слушаю контакт. Понимаете, он и есть, и нет. Не нужно сводить, понимаете, это... Нельзя сводить то, что говорит человек, человеку. Все-таки, мне кажется, тот же самый Кроулю очень далек, как личность, да, от кого-то, по крайней мере, не сводил. Да, это совершенно разные идеи. Да, они пересекаются в определенных местах. То же, как там творчество того или иного художника, и он сам. Вы знаете, я, как человек, который написал, наверное, уже, ну, несколько сотен, да, музыкальных сочинений, крупных музыкальных сочинений, я не считаю, что весь этот багаж, это я. Да, это то, что я сделал, это точно не я. И поэтому, когда мы говорим, что... Часть, да. Да и не часть, да. Ну, это путь. Это то, что я сделал, это в каком-то смысле цель, как вы говорите, да, для кого-то это цель. Да, то есть, есть из этих сочинений какие-то суперисполняемые, то, наверное, для кого-то это и будет цель, да, в моей жизни. Он наберет их и скажет вот это, вот это и вот это я сделал. Для меня это пока что путь, да, для меня это пока что это путь, а та дорога, по которой вы идете, ну, навряд ли вы считаете ее собой. Ну, я понимаю, что они с вами связаны, но мне кажется, это уже совсем какой-то психоз такой зашкаливающий, если мы считаем какую-то дорогу, физическую дорогу, да, по которой мы идем, что это мы. Во! Поэтому очень аккуратно нужно к этому подходить, вам может кое-годно, допустим, не нравится личность человека, но он может говорить очень толковые вещи. И, напротив, он может очень симпатизировать какой-то человек, да, на это обычно делается ставка как раз у всяких лохотронщиков, да, которые выглядят цигоночки, но, может быть, просто не третичь. Но вот если говорить, например, о Кроуле, здесь какой интересный момент, вне культурного контекста, вне контекста биографии, вне контекста личных событий, мы вообще ничего не можем понять о телевидении, да, то есть, в принципе, да, то есть, вне контекста личности, любая идея, любые слова, они пребывают, ну, они абсолютно, то есть, вот, это та же ситуация, например, мы берем Итиша, да, очень сложная, очень многогранная, очень красивая персоналия, да, в том контексте, в каком он творил, помещаем его в другую контекст, получается гитлеризм, да, вот, то есть, мне кажется, что, в принципе же, возможно воспринять, что угодно, школу, мучения, только в контексте личности. Ну, нет, 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 как раз вы пытаетесь пригвоздить то, что сделал Кроуле, и Лидж, как его личность, а как раз тот же самый гитлеризм показывал, что система ниши отлично работает без ниши. Работала-то прекрасно, пропаганда крутилась, народ хотел строя, что, по-моему, все же съели, то есть, она работала как система, то есть, ниши порождает систему несоизмеримо, больше, естественно, чем его личность, так же, как и Кроуле, из всех текстов Кроуле, да, то есть, возьмем, там, из текстов высоких, возьмем текст высший, да, символный текст, опять же, колоду торопит, но вы никак не сможете понять, что он был обдопанный на кого-то, никак, более того, почитайте «Магию без слез», да, последний его текст, да, письма, это настолько текст глубокий, что вы никогда не сможете понять, что человек всю жизнь употреблял охотиками, нет, это настолько ясное сознание, то есть, личность, да, и с точки зрения личности, с точки зрения тех, кто общался с ним долго, а деградация у него была, как личности была, но в его текстах этого нет, то есть, получается, цель-то свою он отработал по полной, но с точки зрения именно личности, да, он коллапсировал, он коллапсировал более того к своему «я», эгоизм его поздний он зашкаливает, как, опять же, говорили те, кто с ним постоянно общался, но в текстах мы этого не видели, знаете, вот парадокс, то есть, тексты он свои отрабатывал на всех сторонах. И так, что только через такое рассчитывание он может принять то, что принял труд, это о нем, поэтому с такими словами. Так или иначе мы можем по-разному это трактовать, это говорит о том, что сводить продукт интеллектуальной или духовной мысли того или иного человека к его личности, ну, это разная вещь, да, личность и то, что человек сделал. И вернемся все-таки к нашим баранам, о чем мы, собственно, сегодня хотели поговорить. Хотел я сегодня поговорить о том, как можно, собственно, подходить к картам Таро как технике изменительной, и первое, собственно, предсказание, да, как таковое, как первая и наиболее очевидная изменительная техника, на чем она работает. Знаете, начну с метатора опять. Представьте себе хорошую какую-нибудь картину масла, прям хорошую картину, где мы видим объемные вот эти мазки, которые в отличие от картин другой техники выполненных в той же аквалили, дает возможность двигаться вокруг картины, и разное освещение, разный взгляд на нее позволяет в этой картине видеть подчас совершенно разные игры. Ну, с этим работали художники об арте, но я даже не об этом, я фактически о любой картине. Это может быть разные оттенки эмоций, да, на лице того или иного персонажа, разная глубина того пространства, которое они видят на картине. Потому что она, естественно, в любом случае ревизорная. Ну, картина-то двумерная, видим-то мы ее как трехмерная, так что это в любом случае ревизорное пространство. И вот, когда мы смотрим на хорошую картину, подчас у нас открывается какое-то некое дополнительное измерение, которое появилось, мы схватили его, мы увидели ее совершенно с другого как бы ракурса. И после этого, даже зная то, что в ней это заложено, мы далеко не всегда можем это повторить. В отличие от, допустим, каких-нибудь там 3D-картинок, да, на которые научился смотреть, все, один раз научился и гарантированно любое видение. А здесь такого не происходит. Вы знаете, что там это есть, но далеко не всегда можете найти, потому что нужно не только нужный ракурс найти, нужно еще что правильное психологическое состояние, чтобы это увидели. Но, увидя это, вы знаете уже, что там оно есть. А это значит, что вы знаете, что рано или поздно вы сможете это схватить снова. Так вот, если мы будем подходить к раскладу на карте Таро именно с такой позиции, расклад Таро становится очень мудрой, изменительной техникой. Правда, он меняет ваше будущее не туда, куда вы хотите, а туда, куда он будет. В этом есть большой-большой, большая проблема. Риск. Большой риск, да. Поэтому очень многие боятся тянуть карту, потому что карта там может выпасть, как они говорят, плохая. По мне так все карты одинаково хорошие, абсолютно одинаково. Потому что в них есть теневой аспект, у плохих разрушительных карт теневой аспект, естественно, напротив, позитивный. Ну, для нас. С нашей современной, так скажем, точки зрения. Для какой-то другой культуры было бы по-другому. Я совершенно не боюсь вытянуть там какой-нибудь аркан башни. Ну, башня и башня. Всякая бывает башня. Вот бывает очень позитивная башня. Бывает такая башня, что спасибо еще скажешь потом. А бывает такой какой-нибудь хороший аркан, который казалось бы хороший. Типа какой-нибудь двойка чаш, да, который потом, вот, будешь говорить, вытащите меня отсюда, пожалуйста. Поэтому у каждого аркана есть своя позитивная и негативная составляющая. Поэтому я больше, знаете, смотрю на свою жизнь как некий наблюдатель. Вот это есть, это есть. И мне интересно, куда оно заведется. Вот мне на самом деле интересно, как работают карты Тара. Не столько для того, чтобы что-то поменять, а сколько для того, чтобы посмотреть, насколько прихотливо отыгрывается тот или иной аркан каждый раз. Несмотря на то, что человек, как я, допустим, может заниматься картами Таро уже там не один десяток лет, тем не менее, постоянно они удивляют. Постоянно удивляют. Удивляют количеству. Очень часто одна из основных ошибок начинающего Таронова, да иногда и заканчивающего, это то, что человек думает, что вытянув карту, он отыграет себя один раз. Она может себя отыграть несколько раз, во-первых, а во-вторых, она может себя отыграть несколько раз по-разному. А может абсолютно мифонистично землю. И это тоже, в этом есть определенные плюсы, прелести системы Таро. Но я как бы не об этом. И о том, что когда мы вытягиваем ту или иную карту, мы видим своего рода вот этот новый ракурс той ситуации, как в той картине, которую мы смотрели, написанную Маслом. Ведь все, что мы себе представляем о реальности, это тоже всего лишь картина, написанная Маслом. В буквальном смысле этого слова. В художниках это был взгляд на мир. Это тоже всего лишь наш взгляд на мир. Он ни разу не объективен, он ни разу не постоянен. Мы тоже можем прийти и добавить еще пару москов. Вот не факт, что от этого картина станет лучше. Вот после этого, возможно, в нее придется запустить кистью, как это делал Бейкон, да, в свои некоторые полотна. Как он говорил, последний шанс спасти картину. Если после этого пятна, да, ее нельзя будет продать куда-нибудь в какую-нибудь престижную галерее, но тогда в топку уже все. И когда мы видим благодаря Ахаму вот этот новый акурс, мы ухватываем то, что в ситуации есть еще дополнительное некое измерение, которое мы до этого не видели. На самом деле, какую бы невычную карту вам может, можно к этому подходить серьезно, как это делают любые маги практики, да, то есть сделать там каббалистический крест, потом изгоряющий ритуал, пентаграмму, потом отчитать Либер-Газерапель, потом выделить карту, потом опять пентаграмму, ритуал, потом каббалистический крест, закрыть ритуал. Вот, можно так сделать. А можно просто взять и в телефоне установить программу, и кликнуть, и вам вытащат что-нибудь там системное. Понятно, что это будет несоизмеримо хуже, но тем не менее. Любая случайность, подлинная случайность показывает нам то, что в ситуации есть еще один какой-то момент. Дело в том, что в любой ситуации присутствуют, естественно, все Арканы Таро. Это абсолютно очевидно. И если мы обращаемся к системе Таро, это значит, что мы пришли к некой проблемной ситуации. А что такое проблема? Это некая преграда. Мы в нее уперлись, и теми средствами, которые у нас есть, у нас есть некие методы, да, с помощью которых мы обычно решаем проблему. Значит, эта проблема с помощью них не решается. Значит, нам нужен новый метод. Мы вытягиваем карту, и она показывает, что в этой проблеме есть еще один какой-то аспект. Прошу обратить особое внимание на то, что шансов на то, что у вас выпадет именно та карта, так как вы оцениваете свою ситуацию, почти можно. Почему? Во-первых, мы оцениваем ситуацию всегда уже, чем значение любого Аркана. То есть, если мы пришли к проблемной ситуации, это значит, что мы оцениваем ситуацию уже, чем любой Аркан. Даже самое узкое-узкое специализированное. Какое-то шестеркое лечение. Здесь совсем узенькие такие Арканы, совершенно конкретно определенные. И тем не менее, наша проблема все равно шире, чем мы видели ее. И даже если мы вытаскиваем Аркан, точно попадающий в наше представление о проблеме, его значение шире. И это значит, что мы, добавляя к рассматриваемой нами ситуации дополнительные значения этого Аркана, получаем возможность, всего лишь возможность, выйти из проблемной ситуации. Мы огибаем ее, и огибаем ее аккурат по модели, предсказанной картами. В данном случае изменительная техника и предсказание будет точно совпадать. У нас будет ситуация, которая была до момента предсказания, и ситуация, которая была после предсказания, если оно было успешным. Если мы отыграли ее неуспешным образом, мы останемся, естественно, предшествующим. Да? У меня бабушка сказала, что есть маги, есть мага. Раз делаешь расклад, у них все исполняется. Раскладываешь магу, он тут же начинает все менять. Я говорю, да ты сам, он уходит и все меняет. В каком-то смысле хороший, да, очень комментарий, потому что, на самом деле, человек, который полностью смиряется с раскладом, во-первых, если человеку всегда помогает расклад, значит, скорее всего, у человека просто даже сами по себе проблемные, они, ну, для мага были бы детскими. Это детские болезни, которые такие, легко лечащиеся. Детские даже не в смысле того, что ему ребенок болеет, да, а легко лечащиеся. Ну, понимаете, какая проблема там для мага, как часто основной вопрос, да, как зарабатывать больше денег. Да в чем проблема-то для мага? То есть, понимаете, я деньги, допустим, не ем. Не знаю, может, вы едите, но я их не ем, потому что они бумажные. А я целлюлозу не люблю. Вот. И я употребляю то, что на деньги можно купить. Если я могу себе все, что захочу достать, то, что соответствует, естественно, моему пути, маг просто так, как какую-нибудь фигню домой не попрвет. Понимаете, она же отрабатывать себя будет дальше. Зачем она мне долг? Мне нужно то, что мне нужно долг, то, что мне необходимо. Если я это могу получить любыми другими способами, не деньгами, так, слава Богу, зачем мне деньги? Мне деньги нужны на то, чтобы потратить на то, что мне нужно. Правильно? Если я могу это получить то, что мне нужно. Другим способом, ну, допустим, я хочу куда-нибудь съездить, но у меня нет денег на это путешествие. Но я могу что-то очень интересное про эти места рассказать. Если меня туда свозят, а я поработаю лектором, так, слава Богу, зачем мне деньги? Я же хотел потратить эти деньги, чтобы туда съездить. Правильно? И так далее, до бесконечности. Понимаете? Поэтому, говорю, те вопросы, с которыми обычно приходят, как говорите магны, они для мага отсутствующие вопросы. Поэтому, конечно же, это вопросы легко лечащиеся. Тут просто показать, как ситуация вся завязана, и все очень легко лечит. Проблема, когда маг считает, что это проблема, это проблема серьезная. И поэтому, если маг пытается ее решить, он уже идет, как в известном советском кинофильме, да, нормальные герои всегда идут в обход. Вот. То есть он идет всякими торными кривыми путями, потому что он пытается решить реально сложно. Это лабиринт. Настоящий лабиринт. И там, если он вытащил даже не одну кратку, а несколько краток на нее, они скорее являются неким маячком, который подсказывает ему, как двигаться, но он пойдет не по этим краткам. Он пойдет по-другому совсем. И мы с вами еще научимся, как можно сознательно ходить. Потому что одно дело, когда человек делает это на бессознательном уровне, да, почему он это может делать на бессознательном уровне? Потому что любая система, любое живое существо, оно адаптивное. Оно либо приспосабливается, либо вздыхает, да, по закону эволюции просто. И с человеком все то же самое происходит. Если человек сталкивается с проблемой, то человек не может же стоять на месте. То есть напряжение копится, копится, он либо расколется и будет деградировать, как мы уже разбирали с вами, либо найдет возможность сдвинуть этот камень или как-то его обойти и пойдет вперед. Так вот, если человек адаптивен, любая подсказка, как обойти эту ситуацию, используется и себе на пользу. И он приспосабливается благодаря этому. По сути, понимаете, если человеку нужно забить гвоздь, если он идиот, он будет искать молоток. Но если человек не идиот, он понимает, что для этого подойдет любой жесткий и тяжелый предмет. Любой. Если не нужно забывать эти гвозди в промышленных масштабах. Молоток для этого адаптирован. Вот. И здесь тоже самое. Если человек адаптивен, он вытягивает какие-то карты, он получает подсказку. И все равно, к чему эта подсказка? Для него самое важное сейчас из сложившейся ситуации попасть в ситуацию хаотическую, по сути. в другую, в иную, в которой его адаптивность отыграет это ему на пользу. И только ему. Поэтому, конечно же, маг пройдет хитрым путем и путь его приведет куда нужно. Но с вами учимся не этому, этому научиться нельзя, к сожалению. Это так же, как можно научить писать нотки, но научить писать музыку нельзя. При том, что я это преподаю уже многие годы. Пример такой существует. Да, мы выпускаем специалистов-композиторов, но научить композиции невозможно. Можно помочь сформироваться этим навыкам. Но если они не сформируются у человека, ну а что я могу сделать? Я сделал все, что могу. То же самое, как вы говорите, мага. Нельзя без любого сделать мага. Это невозможно. Но можно помочь сформироваться. Если человек способен на это, то хорошо. И поэтому я, естественно, буду давать техники, которые пригодны всем. А не говорить, что если вы не маг, значит у вас этого не получится. Но если бы все были такими крутыми магами, у которых все получалось, ну навряд ли бы вы пришли сюда. Понимаете? Все мы собираемся здесь, потому что хотим, ну что-то большее, относительно того, что ужасное. Мы только по этой причине. И что, собственно, к чему я это все веду? А веду к тому, что человек, изначально попавший в проблемную ситуацию, выглядит, ну грубо говоря, представьте себе гвура. Да? Это пресс такой вот с ножами. Отрезающий. И вот мы получаем всегда тот кубик, который он там нарезает. А теперь представьте, что мы эту деревяшку немножко сместили. Она хроба туда же. Но отрезала она уже не то, что она до этого отрезала. Мы получили какую-то другую позицию. И с этой позиции мы можем сделать финт, который позволит нам выйти из проблемной ситуации. Поэтому любая предсказательная практика, более того, чем она больше лапидарностью будет обладать, тем лучше. Одна карта вообще не делает. Понимаете? Здесь нужна какая-то мощная единая подсказка. Некий странный аттрактор, как в теории хаоса, который пересоберет всю эту машину вокруг другого центра, не того, вокруг которого мы толпимся, когда наталкиваемся всегда на одну и ту же проблемную ситуацию. Поэтому для этого, понимаете, для нормального предсказания нужно очень много карт. Современные люди обленились, да, они там делают малокарточные расклады. Ну, посмотрите, классические расклады, это почти все. Ну, Золото-Залёвский расклад, это все карты, 78 карт. По-плюсовски расклады, это несколько десятков. Если вы хотите получить нормальную картину прорицания, то речь идет, конечно, об очень большой системе карт, потому что иначе просто, если вы не будете накладывать друг на друга эти все сетки, вы не получите ту точку, которую вы хотите предсказать. Но мы не об этом, мы о изменениях. Для изменения, напротив, вот если вы вытянули одну карту, она будет обладать, как слово «все», как слово «все», очень большим, да, пафосом и очень низким, так сказать, цитинжалом. Да, снимать штаны и бегать, да. Соответственно, контейнер большой нужен. И, естественно, у одной карты этот контейнер еще не усечен, он очень-очень большой, и это позволяет нам маневрировать в данной ситуации. Но есть у этого один неприятный аспект. Этот аспект называется эвфинизация, которому мы все склонны. Эвфинизация, то есть разворачковость. Почти любой человек, который работает с картами Таро, проецирует на эти карты, и почти любой, даже практик с многолетней практикой, будет вытаскивать, и поверьте, если он это делает не себе, он скажет мне то же самое, если он делает не себе. Вот буквально пример, буквально недавно, переписывался с человеком, это буквально десятка мячей там на что-то, что, что, ну, это значит, что этому, этому моменту пиздец. Ну, а как, а вот если еще посмотреть, ну, десятка мячей, это пиздец. В ней нет хороших значений. Она, это десятка мячей, точка. Семерка чаш, это тоже пиздец, ну, чуть поменьше, да? Но тоже, но тоже, да? То есть, и вот привычка современного человека искать, что, ну, это не пиздецовочка, не пиздецовочка. А если перевернутая, тогда это будет перевернутая пиздец. То есть, чай, мир, как на гаплю, я понимаю. Жирный. Да, да. Толстый, жирный. Вот, потому что, ну, это десятка мячей. Ну, как начать? Не, ну, если человек убежден, что он теперь понял, как ты того, и что десятка мячей, это хорошая карта, ну, значит, десятка мячей, это работало себе по полу. То есть, можно выйти из цикла после этого. Логика вышла исчатана. Вот, кстати, то, что вы до этого немного раньше говорили, что любой аркан может иметь половину. Наверное, он может быть представить ситуацию, когда человек вот входит в десятки мячей, что-то происходит, но потом может выйти из-за класса. Понимаете, в чем фишка? Безусловно, любое днище, а как-то связанное со сферой Малькута, это, естественно, днище. Вот не будем там никак эсфемизировать на самом деле все карты, но, может быть, немножко с определенным потугом, да, десятка дисков, да, чуть-чуть получше, хотя тоже у него очень много тяжелых аспектов. Но это вещь, понимаете? И осознать себя как вещь, это очень страшная проблема. Это тот самый чужой, который есть всегда рядом с нами. И это без всяких проекций вещь. То есть из него луна идет, аркан, но она из него только идет в ныцах. Но это еще до луны, там, как до луны, простите, пешком. Простите за тавтологию, но здесь она уместна. Вообще все десятки – это дно. И естественно, если вы ударитесь от дно, то если хорошо ударитесь, то можно и до туза долететь. Но надо так удариться, чтобы мозги при этом не вылетели. А в десятки мечей обычно именно они и вылетают. Потому что она на той заточена. Поэтому, конечно, теоретически можно представить, что человек, который прошел через десятку мечей и прошел не разрушившись, это тот самый мощный классный опыт. Можно ли его контейнировать? Вопрос спорный. Главное, чтобы не постучали. Главное, да, чтобы не постучали. Потому что у нас же не будем забывать, что помимо древа жизни есть еще древо смерти, да, есть древо хлепот. Оттуда тоже могут вполне постучать. И тогда вам десятка мечей в радость покажется. Тот, кто слушал мои лекции по старшему хлепотическому аркану, знает, что любой даже аркан Луна может показаться за радость, если вы попадете в любой хлепотический аркан. Потому что это такая лютая жесть, от которой нужно бежать просто. Самое главное, уметь ее вовремя распознать. Потому что она всегда рядом с нами. Бояться этого не нужно. Да и звучать я имею в виду. Потому что она всегда, эта жесть рядом с нами. Просто далеко не всегда мы можем увидеть, от чего бежать. И, собственно, возвращаясь к этим самым изменительным техникам и эмфемизации, я сегодня принес вам показать одну замечательную колоду, которую я очень-очень люблю. Почему я ее люблю? Не за картинки, как раз тому, как выполнены здесь картинки. Наверное, у меня к любой колоде Таро будет очень много претензий. Наверное, нет такой колоды Таро, которую я реально эстетически бы мог принять целиком. Но, простите, или все-таки человек искусствовер и так далее, не могу я принимать тех художников, которые работали над Таро. Даже колода Сальвадора Дали, у меня к ней тоже есть много претензий. Это поздние Дали, и, в общем-то, тоже многие вещи там были сделаны, ну, простите, надшились. При всей глубине некоторых раканов, при всей изысканности некоторых решений, целиковая колода спорна. Ну, в каждой колоде есть какие-то преимущества. Да, 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 да. Это, конечно, тоже свое преимущество, то есть это заставляет человека работать с несколькими, да, с многими колодами, а не с одной. Но, вот в этой колоде, это единственная колода теневая, в которой полностью все арканы соответствуют реальным теневым аспектам того или иного аркана. Никакой другой колоды я аналогично не знаю. А я, когда писал свой многотонный, простите, изучал, ну, если не все, я не могу похвастаться, я просто не идиот, да, что я знаю все колоды Таро. Есть какие-то молотиражные знания, которые могли мне попасться. Но, так сказать, я знаю несколько тысяч колод Таро, и среди всех этих колод это единственная, в которой все арканы соответствуют темным сторонам того или иного аркана, как они приняты в Вейтовско-Карулианской традиции. Говорю, именно в Вейтовско-Карулианской, потому что о уколах учитывали то-то другое. Хотя, естественно, эта колода называется богемская готическая Таро, к сожалению, она безумно дорогая. То-есть, если новую такую брать, то это, наверное, под двадцать такую. А если брать ее же копию, ну, может быть, там, за восьмерку можно брать. Ну, то-есть, это дорого. Это реально дорого. Но колода это потрясающе. Понятно, что можно найти самому картинки, просто хотя бы картинки посмотреть. Ну, вот. Чем она уникальна? Она позволяет бороться с той самой эвфемизацией. Здесь нету ни одной позитивной картинки. Совершенно ни одной. И, кажется, зачем тогда нужна такая колода? Ну, то-есть, пойти и повеситься, что ли с ним? А потому что для этой колоды есть один специальный вопрос, самый важный. В чем моя ошибка? Так я такое для Гигеровской использую, но там есть одна позитивная. Там есть один большой недостаток. Там всего двадцать две карты. Это только старший аркад. Это не колода Таро, да? Это только старший аркад. А во-вторых, не будем забывать о том, что все-таки Гигеровская колода – это не колода карт Таро. То-есть, она не создавалась, как колода карт Таро. Знаете, это фрагменты из картин, или целиковые даже картины Руди Гигера, которые были отобраны оккультистом Акроном, и которые были превращены в колоду карт Таро. То-есть, оно не писалось, как колода Таро. Это просто картины, которые создавались Гигером, который на тот момент ничего не знал о карт Таро. Поэтому, естественно, раскрытие арканов там, ну, так скажем, специфически. Просто именно этот метод я использовал. Именно в чем? Он показывает, конечно же, базовые некие проблемы нашего современного мира, как внешнего, так и внутреннего. Ну, это любой, наверное, художник серьезно делает ставку. Но это не является колодой Таро в полном смысле отрасли. Но эта же Уколовская колода создавалась именно как колода Таро. Колода Алексу Горова. Кстати, остальные его колоды сильно слабее. У него есть колода напротив, очень, кстати, хорошая, напротив, супер розово-очковая. Для тех, которые, понимаете, есть люди, которые, наоборот, во всем винят себя. Которые во всем вытянут башню. И даже если это предполагалось, там, не знаю, что человек просто, не знаю, каблук себе сломает, да. Человек обязательно сломает с каблуком еще ногу, голову, еще кому-нибудь что-нибудь. Просто потому, что вытянут эту карту. Есть люди, которые безумно боятся каких-то вещей, да, что они себя отработают. И вот у Уколова есть колода, она называется «Богемских котов». Она эстетически, во-первых, совершенна, да, то есть там интерьеры чешского барокко, чешского классицизма, чешского рококо, великолепно исполненная, очень точно схвачена суть аркана. Вот там Вейдовская система за основу взята, хотя не всегда она. И она, конечно, наоборот, суперпозитивная. Поэтому ей напугать можно, ну, не знаю, может, тот трехлетнего ребенка и ту напрядку. Кота ненавистника. Вот, кота ненавистника, то кота уж и котов не выведет, да, может быть только. А так, то есть у него вот есть, получается, два полюса. Одна колода, ну, для очень узко ограниченного контингента, это те, кто просто боятся сделать расклад, потому что они уверены, что он вообще 100 себя отработает, что с этим ничего не поделаешь, да, что если выпадет аркан смерть, то все хана, как в фильмах. Знаешь, что если выпадет повешенный, то повесят. А если не повесят, то человек пойдет и сам повесится, чтобы этот аркан отработал себя. Как в еще одном великолепном рассказе еще у Владимира Стефана Грабинского, называется «Чумазлай». Это по-польски «кочегар». Иногда есть перевод «кочегар». Великолепный рассказ, где появляется «чумазлай», ну, байка есть такая у машинистов. Видишь «чумазлая», дух такой проходит по поезду, кочегар которого нет. И если он появляется, все, будет катастрофа на железной дороге. И машинист видит этого «чумазлая», аккурат, прямо почти перед собой, как будто живого человека, несуществующего человека. И вот они едут, они уже подъезжают к вокзалу, они уже приехали фактически до вокзала, там, не знаю, метров пятьсот осталось. Ничего не происходит. И он выпрыгивает на полном ходу с поезда и переводит стрелку, чтобы поезд врезался в другой поезд. Вот примерно так отрабатывает таркан, да, у себя, так сказать, у пользователя, который слишком рьяно верит в действия карты, который верит в это не как некий совет друга, да, который, ну, видит ситуацию со стороны и видит, грубо говоря, какие-то вещи лучше, чем мы, которые включены в нее слишком, да, верит, что ситуация неизменная. Вот карта покажет ему вот истину в последней инстанции. Самосбивающееся пророчество. Самосбивающееся пророчество. Вот для таких людей та роба гемских котиков самое хорошее. Оно идеальное. Вот, заметьте, опять же, это изменительная практика, потому что это позволяет преподнести предсказания в уже измененной форме. Это как умные люди пишут свои письма по-разному. Знаете, когда переписку Юнга публиковали, там было очень много к ней вопросов. Гриша человек очень лукавый, что он разным людям совершенно разное говорил. Что, типа, врал же, откровенно врал. А на самом деле у любого слова есть адресат. И вне этого адресата это слово бессмысленно. Поэтому, если адресат разный, для него нужны разные слова. Зачастую прямо против того. И поэтому, естественно, когда мы обращаемся со словом, с богемскими котиками, к одному человеку, это будет правильное предсказание. К другому. То есть, он наоборот, он и так ему свойственно рефимизировать. А тут хихонь-хихахоньки, да, ну, котики кукольные. Он это не примет близко к сердцу. Кому-то нужно вот реально вот так осадить. Даже, может быть, не в раскладе, но в чем моя ошибка. Но, в чем моя ошибка? Карта работает идеально. Что такое, собственно, в чем моя ошибка? С этим тоже нужно разобраться. Дело в том, что очень часто думают, что когда мы говорим об ошибке, мы говорим о прошлом. Нет. Когда мы говорим об ошибке, мы можем говорить о настоящем, и мы можем говорить спокойно отлично. Потому что, на самом деле, наши ошибки в высшей степени типизированы. И эта колода отрабатывает себя на все сто. Я к ней достаточно часто в свое время обращался. И вот, знаете, прям, даже когда вот ты вот таскиваешь карту, и ты вот уверен, что вот это вот прям в точку. Тем не менее, это помогает сместиться с этой самой точкой. То есть, даже когда мы вытаскиваем карту, которая полностью соответствует моему взгляду на ситуацию, тем не менее, этот дополнительный образ, просто подобным образом я подразумеваю буквально картинку, изображенную на карте, является тем вбросом, который заставляет тот шарик, который уперся в препятствие, обкатиться. Когда мы говорим о том, что карта может послужить триггером, который запустит процесс разрешения ситуации к добру или к худому, это зависит от степени вашей адаптивности, простите. Но карта может не просто смыслами смещать вас, как-то может смещаться буквально картинкой. Буквально картинкой. Потому что сама по себе картинка является тем вбросом, ведь картинка эта появляется в не совсем обычном контексте, это не картинка в журнале. Картинка эта в журнале запускает, как известно, определенные триггеры, иначе бы рекламщики бы давно повесились бы уже все. Они же как бы работают именно с картинками в журнале. Но эта картинка необычная. Вы делаете на нее ставку. Вы делаете на нее ставку, как то, что поможет вам. И оно поможет вам. Но оно поможет вам настолько, насколько оно может. Это так же, как если вы пришли к хорошему другу разрулить вашу какую-то трудную ситуацию. Он поможет вам. Но он, простите, не всесильный. То же самое происходит и с картами Таро. В этом и плюс карт, и в этом минус карт. Я считаю, что на самом деле в этом только плюс есть, но многие считают, что вот карты не всегда работают. Ну да, не всегда. Знаете, лекарства тоже не всегда работают. Вот совсем не всегда работают. Иногда даже очень сильные лекарства. Даже в парикмахерстве не всегда так жестко. Ну, это вопрос эстетический, да, уже. Вот. А здесь чисто на уровне физиологии. Есть вещи, которые тоже не работают. И при этом медицина считается вполне себе легитимной областью. А оккультизм считается сферой, ну, неких условно, так скажем, домыслов или легкомыслия. Однако я хочу как раз показать, что это ни разу не легкомыслие. Легкомыслие к этому легкомысленно относиться. И это как раз тоже запускает определенные процессы. Но иногда некоторым они полезны. Ну вот, прийти к своему там кирпичу и подучить его прямо по лицу. Вот. Особенно для других полезны. Поэтому человек, который показывает, насколько как бы можно некорректно, некомпетентно работать с картами или полностью отрицать эту работу, это тоже очень интересный субъект сам по себе является. Очень-очень забавным персонажем. Так и вот, я сегодня хотел сакцентировать внимание именно на этой колоде, потому что вопрос, чем моя ошибка, для изменительных текстов ничего. Это самый важный вопрос. Любые другие вопросы, они, конечно же, тоже могут иметь место быть. Мы с вами в следующий раз будем смотреть разные вопросы. Будем смотреть, как правильно формулировать вопрос. Потому что это тоже половина беды. Очень многие люди... Знаете, меня студенты современные поражают. Казалось бы, они мне должны рассказывать, как интернетом пользоваться, а не я. Я родился, когда его еще не было. Они родились, когда уже был шустрый интернет. Но не могут нормально написать запрос в сети по любой теме, чтобы тут же получить ответ. Говорят, там этого нет. Тут же набирают любой вопрос. Есть. И тысячу вариантов. Почему? И они удивляются, а как вы это делаете? Ну потому что нужно уметь отличать ерунду от сути. Если ты умеешь отличать обрамление от того, что тебе реально нужно, то ты тут же это получаешь. Если ты напишешь кучу-кучу много-много-много букв, то ты сокращаешь шансы на то, что ты получишь нужный ответ. Потому что как любой поисковик работает, так же как и система любого человека. Человек хватается за какое-то отдельное слово. Чем это слово для него более триггерное, тем в большей степени он за него схватится. Чем больше вы говорите слов, тем больше риска сказать триггерное слово, которое в вашей речи будет очень малозначительным. Но для того человека, который это слушает, это будет самое триггерное слово, и он сделает акцент только на нем. Все, он вас полностью не понял. Я сколько раз мучился, особенно с более молодым поколением, когда пишешь что-то человеку, а он тебе отвечает или там песню какую-нибудь кидает. Я сначала думал, может это какое-то глубокомысленное высказывание, пытался там текст как-то песни соотнести с тем, что до этого обсуждалось. А потом я понял, как все подобные механизмы действуют. Вне зависимости от какого человека эту песню петь. В этой песне есть какое-то слово, которое я только что упоминал в речи. Причем в этой песне вполне возможно оно употребляется совершенно не в том контексте и вообще незначимо. Но оно там для этого человека наполнялось определенным смыслом, потому что оно его триггерило. И он услышал у меня это слово, причем это слово может быть совершенно нередким. Это может быть слово типа «дорога» или «яблоко», любое слово. И человек находит, понимаете, связь между одним и другим. Между чем это есть связь? Не скажу, что она нулевая, между всем есть определенная связь. Но она, так сказать, так как говорят в науке, предебрежима была. Вот как мы функционируем. И естественно в таком случае, чем больше человек вот этого всего наговаривает, тем меньше шансов, что он хоть что-то сумеет понять или донести до другого. Когда подобные студенты с этой проблемой приходят, я говорю, нужно учиться задавать вопрос. И учиться задавать вопрос нужно и в мире оккульта, и в мире науки. Если вы правильно оформили вопрос, например, вопрос «в чем смысл жизни?» некорректен. Потому что понятие смысл, оно предполагает уже во-первых, что у жизни есть смысл. А во-вторых, оно предполагает, что он в чем-то. Здесь уже есть определенные ограничения, которые предполагаются доказанными. Правильно? Мы можем, конечно, ослабить нажим и сказать, есть ли у жизни смысл. Но он тоже предполагает то, что он в жизни либо есть, либо нет. А то, что жизнь может соотноситься со смыслом каким-то другим образом, да, по касателям проходить или более ведиатрую конструкцию по типу бутылки кляйна организовывать, здесь это уже не предполагается. Когда-то есть, а когда-то нет. По-разному бывает. Смысл жизни может быть в самой жизни. Вполне возможно, что это вообще тавтология. Жизнь и смысл одно и то же. Вот. Понимаете, мы изначально, задавая некорректный вопрос, предполагаем то, что на него можно ответить либо некорректно, либо нельзя. Ну, на вопрос. Нет, еще корректно надо ответить, чтобы так угадать, что-то входил в чат, и ответить ему так же лучше. Так умеет только чат GPT отвечать. Но на то он и заточен, да, пообщаетесь с ним месяц, и он будет отвечать ровно то, что вы от него хотите. А потом посоветуют вам самоубийцы. О, в этом он заинтересован. Соответственно, самое важное, это, конечно, учиться задавать правильный вопрос. Мы эту тему выкинем на следующую нашу встречу. Прямо будем подробно разбирать, какие вопросы правильные, какие неправильные, потому что именно они помогут нам выкарабкиваться из той ситуации, которая есть. Но сегодня я хотел бы все-таки именно на этой колоде, да, сделать точку, остановиться. Во-первых, советую посмотреть ее, да, посмотреть ее картинки и соотнести с теми арканами, которые вы знаете лучше, конечно, с Вейтом. Почему? Потому что вы все знаете, что у Кроули минорный аркан, он не фигурный. А это значит, что информативностью он обладает намного меньше. А Либерте? С Либерте много очень-очень к ней претензий. Почему? Потому что, ну, во-первых, далеко не каждый поймет, что там к чему. Там символов настолько много, они настолько сложные, что с ней разбираться очень долго. И это дает определенную свободу интерпретации. Да, у этого есть и свои плюсы, и свои минусы. А во-вторых, наконец, просто потому, что многие арканы там интерпретируются очень своиобычно. То есть для этой колоды, да, это, наверное, должно работать. Но в целом для того, я говорю о того, как все-таки некой, условно говоря, целокупной традиции, оно будет специфично. Или, как говорят умные люди, будет причудливой инициативой. Вот. Поэтому я бы все-таки ориентировался на Вейт. А там тоже есть, конечно, примитивные некоторые арканы, которые трактованы просто упрощенно очень. Но, простите, нельзя весь аркан засунуть в одну картицу. Это, да, это невозможно. Поэтому мы всегда должны что-то еще предполагать к самому аркану. Собственно, поэтому нужно знать другие хорошие колоды, не только какую-то одну, которой мы пользуемся. Вот. Но если вы соотнесете вот эти арканы с колодой Вейта и будете уверены, еще что здесь очень важно, нужно быть уверены, что любой аркан, который вы здесь вытягиваете, плохой. Потому что на самом деле, простите, эвфемизация человека настолько высока, что даже если он вытягивает, ну, простите, творение рук Прометей, этого Франкенштейна, он тоже может в этом найти научный прорыв. Ну, не было же такого, да, доктора Франкенштейна? Не было, значит, он тоже новый Прометей, как сказано. Правильно? Нет. Вот. А это тройка Пентаклей. Ну, правильно? Правильно, конечно, тройка Пентаклей. Некий вклад в великое дело. Вклад в великое дело. Ну, такой вклад, простите, как в Эбровский вклад. Это вклад, вот, простите, господина Клауса Шваба. Вот. Это вот он родной и его творение. Дыли вклад Билла Гейтса с замечательными комарами. Какими комарами? Ну, он разводит комаров. Чтоб они разносили малерию. На самом деле чтоб якобы не разносили, но на самом деле, ежу понятно, чтоб разносили. Ну, человечков много сильно надо же, когда, то есть, был реакционал. Чем больше в количествах, тем лучше. Вот. Поэтому, понимаете, вклад, вот, допустим, идеи четвертой промышленной революции. Это вклад в развитие человека. Ну, в каком-то смысле, да, вклад. Но он предполагает, что при этом большая часть человечества сдохнет. Да. Вот. Поэтому вклад в вклад, но это же не индивидуальное дело. Это дело массовое, глобальное. Поэтому это, безусловно, тройка пентаклей. Но это такая тройка пентаклей, от которой, простите, подушкой не отмахаешься. И, вот, если вы видите, убеждены, что работая с этой колодой, вы вытаскиваете каждую карту, и вы знаете, что на ней изображен негатив, только так вы получите вот этот изменительный плюсик, чтобы выйти из проблемы. Потому что мы очень не любим смотреть на свою тень. И здесь не поможет ни психология, ни многолетняя практика магии, сколько бы человек, и новичок, и старичок, простите, тут, и дембель, вот, и зеленый всегда будет напарываться на одни и те же грабли. Да, может быть, у меня там есть опыт тысячекратного обхода тени, да, но, тем не менее, это не значит, что я в следующий раз не выступлю на ее грабли, а меня не утрестит, мне плотно. Это по-прежнему такая же угроза, как у новичка. Просто у меня есть некий опыт, который до этого помогал ее обходить, но это не значит, что он не придумывает что-то еще. А тоже вполне себе гибкая штука. И только если мы уверены, что мы вытаскиваем негативную карту, а здесь я не поверьте, негативную, только тогда мы можем разглядеть ту проблему, которая, заветьте, в нас находится, которая может решить ситуацию, ради которой мы, в общем-то, решились обратиться к карте. Изменительная эта техника, самая, что именно есть изменительная. Спрашивать о проблеме можно в прошлом. Вот мы, например, находимся, простите, в полной жопе. И мы хотим узнать, что привело нас сюда, чтобы это не повторять. Самый лайтовый вариант, заметьте, человек не хочет изменить ту жопу, в которую он попал. Он хочет понять, в чем он накосячил, чтобы больше в него не показать. Самый гибкий, самый мудрый вариант. Вытаскиваете, смотрите. Вариант более авантюрный. Вы хотите все-таки поменять ту, простите, жопу, в которую вы попали. Вы, да. Потом окажется, что худая, да? Хуже. Конечно. Потому что та была добрая, а эта худая. Лучше, это, добрый дух, лучше злобный дух, как известно. Вот, соответственно, вы вытаскиваете эту карту на текущую. В чем сейчас моя ошибка? Почему я здесь нахожусь, да? Почему я не могу выйти отсюда, несмотря на все усилия, которые я предпринимаю? В чем ошибочность моих текущих действий? Вы вытаскиваете, тоже понимаете. Это вам подсказка, чтобы сейчас маневрировать. Не чтобы выводы сделать, выводы делать пока рано. Выводы можно будет делать тогда, когда вы решите ситуацию. Если решите, конечно. Но, есть еще один вариант, как раз менее авантюрный. Самый авантюрный на настоящий. Самый авантюрный, это менять настоящее. Потому что, естественно, совсем настоящая, ту самую точку, в которой мы находимся здесь и сейчас, конечно, менять нельзя. Может, поэтому ближайшее это не будущее или прошлое. Прошлое, кстати, отлично меняется. Намного проще, чем будущее. И, как поменять будущее? Узнать, в чем моя грядущая ошибка? Абсолютно корректный вопрос. Причем, заметьте, он может быть даже не привязан ни к какой ситуации. Вы спрашиваете, допустим, на следующий месяц. Карта месяца. В чем будет ключевая моя ошибка в следующий месяце? И вы это спрашиваете не для того, чтобы ее совершить, а для того, чтобы ее, по крайней мере, совершить по минималкам. Вам скажет любой маг, особенно какой-нибудь маг, связанный с северной традицией, которая вообще по жесткому работает. Не так, как карты. Карты, это еще семечки, да, в сравнении с северной традицией. А в целом северная традиция, она не обязательно завязана на рунах, это отдельная ее, просто предсказательная система, да, связанная с северной традицией. Любой вам маг скажет, что там пророчество, будь то на рунах, да, или на чем угодно еще, оно может быть отработать себя по полной, там, какой-нибудь катастрофой, а может малой кровью. Не знаю, что-нибудь там у вас выпало райда перевернутая на сегодня, у вас поездка серьезная. Ну вам зачем, чтобы у вас там, не знаю, карданный вал, да, отвалился. Вот. Возьмите тапки, задом наперед, походите в них. Отработали, успокоились, дальше поехали. Все, отработали себя, это руна, себя отработали. То же самое может быть, понимаете, и в картах Таро. Вы можете эту же ошибку совершить на минималках, а вы можете привести себя к катастрофической ситуации. Поэтому вытягивая эту проблему, вы видите ее, вы оцениваете то, как вы обычно ошибаетесь, вы видите, грубо говоря, свою кальку своей тени, да, стереотип. Вот эту рыбу, которую вы все время надеваете, ну шаблон я имею в виду, а не рыбу, которая в воде правы. Тот шаблон, который вы обычно меряете ситуацию, обычно мы его называем методы решения проблем. Да, у нас их по пальцам можно сосчитать. Вот так, если так не подошло, есть план Б, план С, не факт, что план С еще есть. То есть A, B, C, все, на этом заканчивается. И если мы понимаем, что это не работает, мы предлагаем некую альтернативную модель решения ситуации, и вполне возможно, что следующий месяц пройдет либо вовсе без этой карты, тут вы можете себе поаплодировать, либо эту карту вы отыграете по минималкам. Вот зачем работать с подобными колодами. Таких колод, конечно же, я стукавил, что их вовсе нет больше других, их много, но у всех есть их определенные проблемы. Например, есть совершенно замечательная колода Таро сумасшедшего дома, но там есть вполне корректно данное звание. Там есть одна своя существенная проблема, там придворный аркан ни разу не клипатический. Придворный. То есть как-то двора, там Кроули изображен, там и Тейла есть, там и Энди Охол есть, много кто там есть. То есть там совершенно не клипатический придворный аркан. Вот, кстати, тогда Таро Безумной Луны, оно вообще все равно. Чем оно клипатическое? Там просто картинки страшненькие, да? А так-то само по себе оно вполне не клипатическое. Там нету никаких смыслов, понимаете? Особенно в минорном аркане, который, ну, могли бы раскрутить на смысле негативный. В придворном вообще это просто персонажи. Ну и что там? Ну вот изображен там персонаж, ну он страшный, ну и что? Ну все мы там не красавцы. Вот. То есть, понимаете, здесь в данном случае оно ни о чем, да? То есть у любой карты должен быть некий метафорический смысл, посыл, который нам позволяет увязать это с той ситуацией, которая у нас есть. А то, что там изображена какая-нибудь страшная рыба, ну и что? Ну, скорее всего, вы эту рыбу навесите на какого-нибудь не очень любимого вами человека. Вполне возможно, что это про вас карта, понимаете? Она не дает нам никакого материала для манера. Поэтому с Торой Безумной Луны, да, там в Старшем Аркане есть интересные находки, не спорю. Есть и в Младшем очень интересные находки. Ну их, а, минимум, а большинство карт, это просто те же карты Вейта, только страшные. Есть такие куча всяких Торо-зомби. Кстати, есть тоже очень интересные карты в этой колоде. Всякие вампирские колоды. Но, понимаете, вы просто открываете, и перед вами неприятная картинка. Может быть, вы сумеете ее как-то увязать к своей ситуации, может быть, нет, но она не наделена теми смыслами, которыми наделен этот аркан именно в своей изнаночной стороне. Ведь смотрите, для изнаночной стороны характерны чаще всего некие обратные, да, явления, чем характерные. Но если говорить об обратке New Vision же, он, конечно, не клепотичный, но он такой, он интересный, мне кажется. Он совершенно не клепотичный, понимаете? В этом-то и фишка. Да, он интересен тем, что он предполагает именно другой взгляд на эти же самые карты, но там же тот, он также пригоден для эвфемизации, как и вы. Абсолютно так же. Да, потому что если бы вы видели с обратной стороны какую-то людную жесть, тогда да. А так, ну вот вытянули в любой из этих колод какого-нибудь там, не знаю, принца чаши. И что? Ну там он рыцарем будет называться. И что? То есть там везде будет какой-нибудь чувак с куком изображен. И что это вам дает? Ну так вы знаете, да, что это герой-любовник и все такое, но какая изнаночная у этого позиция? Тут есть их только две. Либо это человек, который полностью напротив скрывает свои чувства, да, но на этих картах это не изображено. Либо это, как здесь это изображено, это лютый фанатик. Человек, который вот так перед собой этот кубок висет и едет на черном страшном коне. Он ничего не видит, кроме этого кубка. Для него это та страсть, за пределами которой он вообще не готов ничего видеть. И это тот самый скорпион, которого в скроуле так и не рискнуло заворотить в колоде Тота. Он много о нем писал, но в самой карте его так и нет. Да, там есть змея в чаше. Орел есть змея. А самого страшного символа, да, символ любви, любовь же, она в итоге выходит, смерть. И вот этого Танатаса даже Кроули побоялся ему впаять на эту карту. А вот Олег уже читал, он не даст соврать на вождение Линцея. Кто там играл во скрипочке, которого никто не видел, да, только почему-то если и к нему подойти, там потом сдохнешь. Ну это же, подожди, об этом еще было, ну в другой, в совете. В Артуре. Артуре же, да, где он на острове играл. Ну да, в Артуре тоже был интересный музыкант, от которого все в безумие попадали. Там, кстати, очень интересная легенда, напомню еще, о том, что сначала, получается, инструментом музыканта, музыкант изобрел инструмент. Его заслушались, ну, условно назовем Бог и дьявол, условно, потому что в этом произведении они таким образом не позиционируются. Некая сила, пытающаяся все подчинить себе, да, условно. Там скорее удовольствие и боль. Ну, скажем, пускай и там, да. Вот. Хотя у нас слишком много отсылок к христианской мифологии, просто можно сказать и Бог и дьявол. Вот. Но музыкант, когда сам играл, люди приходили, слушали, как он классно играл и работали, грубо говоря, Удойска там вышелся. Работали еще больше, типа, классно играет, замечательно, нам песню строить и жить помогает. Заслушался его этот Кристалмен, который вохали в удовольствие и говорит, дай им поиграй. Взял этого музыканта, как куклу, и стал им играть. И люди встали и стали смотреть, как в комнату. Они уже ничего не делали, они офигевали. Божественная красота, которая превращается в стагнацию. Потому что Бог ведет формы. Вот это и есть то чудовищное на пути, если вы принимаете путь, как абсолютную неизменность. И вот они все встали и слушали, как он играл. После этого говорит Крэг. Крэг это, ну, условно, боль и дьявол, да. Оппозитная фигура по отношению к христианному. Говорит, дай я поиграю. И он начал играть руками этого музыканта. И все люди побежали с острова в море бросаться. Это Дэвид Линдс и «Путешествие к Артуру». Первый роман Дэвида Линдса называется «Путешествие к Артуру». Второй – «На вождение». Фигура играющего музыканта в саду, который благословлял влюбленных, но одновременно являлся фигурой смерти. Это налаждение слов. То есть и там, и там есть миф о музыканте, и там, и там это ключевая фигура. И она хорошо просто, этот миф показывает, собственно, вот эту проблему пути, возможности, так сказать, вилять на этом пути. Простите, если вы как главный персонаж в Артурии просто отбираете, отжали у этого музыканта эту ливу, да, я сам поиграю. Ну, тот сбросился. Тот не его разорвал в клан, да, просто от этого. Вот. А если вы принимаете судьбу, ну, вы либо от этого, да, просто приходите к какой-то катастрофе, как те, кто бросались от игры Грэга, или те, кто персонаж по наклону у Стефана Грабински, либо вы превращаетесь в винтики кристалл, наверное, вы превращаетесь в винтики внутри этой красивой конструкции, которую вы видите как мир, вы можете сколько угодно испытывать к ней благоголение, но она абсолютно статична. И только вот это движение всегда, понимаете, человек, получается, всегда должен не совпадать с самим собой, но так, чтобы он даже сам этого не заметил. Если мы не совпадем с самим собой настолько, что мы отдалимся и увидим под силуэт след, который мы оставили, это плохо. Потому что мы увидим себя, но вот в виде вот этого следа, отпечатка. Если мы всегда точно с собой совпадаем, это тоже плохо, но хорошо, если мы, грубо говоря, все время флуктуируем вокруг себя, тогда мы и не отпечатываемся, грубо говоря, и не закрываем этот след, и не позволяем его разглядеть, потому что полностью от него отошли. Мы все время скрываемся, видно то наш след, то нас самих. И вот тогда человек идет полноценно вперед, он действительно копит этот самый опыт, и именно об этом я говорю, когда говорю об изменительных техниках. Когда я говорю об изменительных техниках, я всего лишь хочу научить человека быть, ну, назовем это самим собой. Это очень, опять же, абстрактное нам понятие, но тот, кто проходил гвуру, настоящий гвуру, он знает, что это такое. Пока она вас не обточит, не обрежет, да, чтобы вы подходили к следующей сфере, к хисет. А что такое хисет? Это социум. Если вы можете, не разрушаясь, вписаться в социум и творить в нем свою волю в полном объеме, при этом никак не сталкиваясь, не значит, что у вас не будет в жизни конфронтаций или врагов. Нет, эти столкновения полезны, трение вообще хорошо, оно полезно вообще для здоровья, что называется, и для духовного в том числе. А если вы не будете сталкиваться так, чтобы другого крошить, сокрушать его, да, до деградации, и он вас не будет крошить. Вот когда, помните, Кровли говорил, каждый мужчина и каждая женщина звезда, вот если сталкиваются две звезды, то, простите, катастрофа, да, все исходят. И двора вас будет кромсать до тех пор, пока вы не научитесь вот в этой самой следующей сфере, не сумеете функционировать без вот этих столкновений. Да, в этом принципе, кстати, есть такой деликатный, забавный момент, что когда Кровли выписал, да, и он все время привозил примеры науки звездного неба, мы постановили, что звезды не сталкиваются, а когда современные телескопы включили, выяснилось, что, блин, еще как сталкиваются. Поэтому просто нужно брать за пример не сталкивающиеся звезды. Вот, так же, как и люди, да, бывают, которые не сталкиваются, бывают, которые сталкиваются, и, к сожалению, чаще сталкиваются. Ну, что, завершаем. Давайте тогда на этой ноте, в общем-то, мы и завершаем. Что мы сегодня, в общем-то, суммируя все, что я говорил, я говорил много и совершенно разных вещей, на первый взгляд, могло даже показаться, что они не совсем связаны, это моя манера излагать материал, к этому нужно привыкать, если вы хотите меня слушать, то есть, потому что я над этой манерой работал очень долго и не осознанно. То есть, вы так же? Да. Это именно, да. То есть, я полностью отхожу от модели, которая привычна для наших вузов. Вузы я так же рассказал. Абсолютно. Потому что вы привыкли, что по пунктам даются какие-то вещи, как решать те или иные проблемы. Понимаете, если так давать материал, то эти люди либо им не сумеют воспользоваться, либо сумеют. Что будет еще хуже? Потому что здесь вашей воли, вашей инициативы будет ровно ноль. Моя цель – погружать вас в тот контекст, в котором вы сами для себя скажете, «Он вот это не досказал, вот это, вот это, вот это и вот это». И каждый из вас сделает это по-разному. А я не досказал это специально. То есть, собственно, самого важного я не говорю. Но я не говорю это не так, как из серии «Гуджива», «А приходите к нам за деньги, там расскажут». Нет. Я это говорю ровно настолько, чтобы у каждого из вас хватило разумения для того, чтобы это воспользовать. И сказать, что я не пропустил или в чем я ошибся. Ошибки я, словом, тоже умею делать. Иногда очень грубые, они очень хорошо включают аудиторию. Особенно, если аудитория молчаливая, то нужно сделать какую-то грубую ошибку. Это очень хорошо я включаю. Вот. Так что сегодня мы, сумели понять, как с моей точки зрения выглядит у человека, что такое развитие их напротив, деградация, если угодно. Мы сумели понять, как карта Таро, как система функционирует, по крайней мере, на какие ниши она может раскладываться. И сумели понять следующее, что колода работает не только как предсказательный инструмент, но и обязательно как инструмент изменительный. А это значит, не нужно бояться изменительных техник. Потому что, обращаясь к предсказанию, вы уже меняете будущее. А уж хоть скоро, если вы его уже поменяли, оно уже не соответствует тому, даже если вы думаете, что есть какой-то идеал, он уже не соответствует. Поэтому спокойно меняйте его дальше. Только системно. Потому что любое несистемное изменение приводит либо к слишком краткосрочным, позитивным результатам, а потом следует то, чего боятся все политисты, так называемый откат. Вот. Это не тот откат, который нужно заплатить, чтобы стоять, а скорее наоборот, который потом приходит. Это потом приходят из какой-то федеральной налоговой службы. Или еще откуда-нибудь, из федеральной. Вот. В конце мы разобрали с вами идеальное соответствие, совпадение между предсказательной и изменительной техникой. Это та колода, которая по определению работает прежде всего на изменениях. Где предсказания, так скажем, на 70% являются изменениями, или же там на условные 30 предсказаний. Чего я, в общем-то, собственно, вам и желаю, то есть изменений в вашей жизни, позитивных, безусловно, изменений. А позитивные, это не те, которые батюшка благословил, да? Позитивные изменения, это те, которые насыщают вас более глубоким опытом. И опыт этот должен быть по возможности. Но многообразный, разнообразный коллапсирование в один и тот же опыт глубоким кажется только тому, кто глубокого всего. Вопросы, которые уже ждут. Увы, значит, на этом мы. Закружаемся. Кто захочет вопросы, тот задаст их на следующие наши встречи. Это не единственная наша лекция. Ну, на этом всё. Всех вас. Спасибо. 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 Спасибо.